Поклонники телепроекта узнали всю правду об интиме Романа Гриценко и Иры Пинчук. Рома заверил, что до сих пор с ужасом вспоминает близость с Ириной. По словам Гриценко, в делах любовных Пинчук полный ноль. Секс с ней не доставил ему ровным счетом никакого удовольствия. Более того, Рома даже не смог довести начатое до конца. И это при том, что ранее подобных осечек у него не случалось. Откровенность Гриценко шокировала многих. Тем более, что молодой человек не стал церемониться и палил экспассию отборными помоями. Теперь многие называют выпускника Дома-2 полным уродом, считая, что он мог бы и промолчать о деталях случившегося. Напомню, буквально накануне выяснилось о том, что из борьбы в конкурсе «Человек-года» выбыли Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко. Парочка, давно мечтавшая о собственной квартире в столице, вновь оказалась неудел. А вот Григорьевской старшей повезло куда больше, чем обеим ее дочерям. В отличие от Алены и Оли, Татьяна Владимировна продолжит борьбу за квартиру и титул. Правда, пока непонятно, как женщина распорядится выигрышем в случае победы и не станет ли Московская жилплощадь поводом для новых скандалов в звездном семействе. К слову, печальные новости уже подтвердили и сами Дмитренко. По словам главы семейства, они действительно выбыли из конкурса. Однако удивляться этому не стоит. Дима особо подчеркнул, на проекте давно потеряли ценность «Семья, любовь и дети». Ольга Рапунцель перепутала цаплю со страусом и выставила себя на посмешище. Так, к примеру, вчера на официальном сайте Дома-2 появился анонс будущего эфира, который покажут уже сегодня. В нем Оля решила обсудить поведение Ильи Ябарова, который в это время собирал свои вещи, видимо, для того, чтобы навсегда покинуть телестройку. В частности, Рапунцель заявила, что молодой человек ведет себя как цапля, которая при возникновении опасности прячет свой нос в землю, а ноги остаются кверху. После просмотра короткого ролика зрители были в шоке. Ведь мало того, что она страуса назвала цаплей, так еще и заявила, что он прячет не всю голову, а только нос. В комментариях они стали интересоваться, как можно быть такой необразованной и чему она сможет научить свою дочь, когда ей самой еще нужно многому научиться. Маргарита Овсянникова раскрыла подробности своего ухода с телепроекта. Конфликт с Ольгой Бузовой действительно был, но его выражат из эфира. Бузова попросила, чтобы его вырезали. «Ушла я из-за того, что против меня проголосовали все участники проекта. Мой любимый Артем Сорока остался на шоу, улетел на Сейшелы и сейчас не собирается возвращаться ко мне». «Я считаю, что Артем хотел от меня избавиться. Сейчас он клянется мне вечной любви. Но его брат говорит, что Артем собирается продолжать участвовать в конкурсе «Человек года». А мне он говорит, что собирается взять отпуск на неделю и провести его со мной. Но меня это не устраивает. Сама бы я с проекта не ушла, так как у меня там любовь и отношения были. Но, видимо, наши пути разошлись». Бывшие участники Виктор Шароваров и Александр Шева встретились за периметром, но между ними больше ничего не может быть. Саша не для серьезных отношений и назад Вить ее никогда не примет. Юлия Фременкова вернулась в Москву. На Сейшелах ее сменила на радость Саймону Морданшину Ольга Орлова. Почти 2 миллиона рублей получила Ольга Бузова за проведение на своей странице в Инстаграм именного розыгрыша. Организаторы обещали блогерам-спонсорам десятки тысяч новых подписчиков, а в итоге, по их словам, кинули на 50, а некоторых и на 100 тысяч рублей. Обманутые подписчики обратились правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Теледиве грозит срок до 6 лет лишения свободы.